Вы знаете, что объединяет всех этих животных? Если нет, не беда, я расскажу вам. Это головоногие моллюски, существа, живущие в морях и океанах. К современным головоногим относятся осьминоги, кальмары, крокатицы и наутилусы. Как видите, полноценная наружная раковина есть только у наутилусов. Но 500 миллионов лет назад в океане жили тысячи видов древних головоногих моллюсков. Это были предки современных осьминогов, кальмаров и других моллюсков. Все они имели твердую раковину, как улитки, и миллионы лет правили подводной империей. Форма раковин была очень разнообразна, от спирали до конуса и даже в форме скрепки. Но со временем многие головоногие потеряли наружную раковину. Например, у каракатиц осталась лишь недоразвитая раковина не снаружи, а внутри тела. У такого малоизученного головоногого моллюска, как спирула, раковина тоже твердая, но внутренняя. У кальмаров раковина преобразовалась в небольшую гибкую пластинку, которая спряталась под мантию. У осьминогов раковины нет совсем. Особенно интересно раковина каракатица. Стенки у нее жесткие, но внутри она разделена перекладинами на камеры. В средней и передней части раковины, то есть в середине туловища, камеры заполнены газом, что обеспечивает каракатица плавучесть. Но в задних камерах раковины присутствует жидкость. Нагнетая больше жидкости в камеры, каракатица может опускаться на дно, а откачивая жидкость из камер, каракатица вновь всплывает наверх. Раковина наутилусов тоже разделена стенками или перегородками. Стенки соединены между собой внутренней трубкой. Как и каракатица, наутилус изменяет свою плавучесть, заполняя камеры то водой, то газом. Это позволяет ему или опускаться на дно, или легко всплывать на поверхность. Вы заметили, что голова этих моллюсков соединяется с их многочисленными щупальцами или ногами? Вот почему этих животных называют головоногими. У всех головоногих есть голова, по два глаза и мантия. Мантия – это кожно-мускульный мешок, внутри которого размещаются все внутренние органы. А еще есть сифон – специальная трубка, через которую моллюск осуществляет ток воды. А еще головоногих легко узнать по множеству отростков, растущих из головы. Например, у осьминогов 8 рук. У кальмаров и каракатиц по 8 рук и 2 длинных щупальца, что делает их 10-ти руками. Обычно длинные щупальца втянуты, но резко выстреливают, когда эти моллюски хватают добычу. Но наутилус превосходит своих собратьев по количеству отростков. У самок около 50 щупалец, а у самцов около 90, поэтому им легко одолеть добычу. Кстати, а в чем разница между щупальцами и руками? Все дело в присосках. Рука обычно относится к отростку, имеющими присоски по всей длине, а щупальца имеют присоски только на концах или совсем не имеют. Поэтому теперь легко запомнить, что у осьминогов руки полностью покрытые присосками, у кальмаров и каракатиц руки и по 2 щупальца. А на щупальцах наутилусов вообще нет присосок, но они покрыты липкими канавками, которые помогают хватать добычу. У головоногих моллюсков три сердца. Выглядят они, конечно, по-другому. Вот так будет правильнее. Одно основное – оно качает кровь по всему организму, а два остальных проталкивают кровь через жабры. Для головоногих моллюсков термин «голубая кровь» имеет более буквальное значение, чем средневековая ссылка на дворянство. Их кровь на самом деле голубая. Если люди и другие животные полагаются на систему переноса кислорода на основе железа, то головоногие моллюски развили систему на основе меди, которая является источником синего цвета. Головоногие моллюски известны своими глазами. Они обладают самым высокоразвитым среди беспозвоночных зрением, позволяющим на большом расстоянии различать тонкие детали объектов и улавливать их малейшие движения. У головоногих глаза устроены подобно человеческим. Изображение фокусируется линзой-хрусталиком на сетчатке. Разница заключается лишь в том, что человек добивается резкости, изменяя кривизну хрусталика. А у моллюсков хрусталик двигается вперед-назад, как объектив фотоаппарата. Если вы заметили, зрачки у моллюсков разной формы. У осьминога прямоугольный, у кальмара круглый, у каракатицы имеет форму буквы W. Только наутилус имеет точечный зрачок. Его глаза вообще являются одними из самых старых на Земле и поэтому считаются примитивными. У всех головоногих есть жесткий сильный клюв. Этот инструмент позволяет им разгрызать крабов и других животных с твердой раковиной. Например, крупный кальмар может перекусить клювом даже стальную проволоку. Головоногие моллюски могут быть разного размера. Самые маленькие из них смогут сидеть у вас на руке, а размеры самых больших представлены здесь в сравнении с человеком. Головоногие моллюски, особенно осьминоги и каракатицы, могут мгновенно изменять цвет своей кожи, поэтому их иногда называют морскими хамелеонами. Если надо замаскироваться, головоногие даже могут создавать сложные разноцветные узоры, чтобы быть практически незаметными на окружающем фоне. Настоящие оборотни! Все головоногие моллюски, кроме наутилуса и некоторых глубоководных осьминогов, могут выделять чернила, как правило, в качестве защитного механизма. В воде мгновенно образуется густое темное облако, под прикрытием которого моллюски успевают скрыться. Цвет чернил разный. У осьминогов он черный, у большинства кальмаров синий черный, а у каракатиц коричневый. Чернила каракатиц в старину использовались для письма и рисования. В настоящее время из них создается светло-коричневая краска сепия и специальные карандаши. Само слово сепия по-гречески и означает каракатица. Недавно на косметическом рынке появилась даже тушь для ресниц с чернилами каракатицы. Все головоногие моллюски имеют развитый мозг и отличаются сообразительностью. За совершенство мозга их иногда называют приматами моря. Однако у осьминогов зоологи отмечают самую высокую умственную организацию. Например, в дикой природе осьминоги строят укрытие из ракушек, а в лабораторных условиях закрывают свой домик кубиками лего. А еще в природе они носят с собой две половинки скролупы от кокосовых орехов, чтобы при необходимости спрятаться внутрь от хищников. Все это свидетельствует об определенном интеллектуальном уровне. Головоногие моллюски очаровывали людей еще тысячи лет назад. Например, изображения осьминогов появляются на керамике, которая была сделана 2000 лет до нашей эры. А в средневековье из раковин наутилусов делали чаши для разных напитков. Ну вот, кажется, и все, что мы хотели рассказать. Надеемся, наш дорогой зритель узнал много нового о головоногих моллюсках.